Сегодня в нашей программе. Нам нужна не просто доктрина, мы хотим пережить реальность Божьего присутствия в своей жизни. Мы были призваны к реальным отношениям с Богом, Божья цель и судьба для нас, не только читать в Библии о том, что Он сделал для других людей. Бог желает привести всех нас к такому же переживанию сверхъестественного божественного чуда, для того, чтобы мы ходили с Ним каждый день, мы должны приближаться к Нему. Рави Шнайдер – это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Шалом, я Синтия, жена Рави. Молюсь о том, чтобы Бог Отец коснулся вас сегодня и благословил во время проповеди и учения Рави Шнайдера. Да благословит вас Бог. Шалом, возлюбленные. Я Рави Шнайдер. Добро пожаловать на очень важный выпуск программы «Узнавая еврейского Иисуса». Серия наших программ называется «Сверхъестественное Божие пребывание». Я начал ее на прошлой неделе. Если вы не смогли посмотреть прошлый выпуск нашей программы, настоятельно советую найти всю серию. Это жизненно важное слово. Очень многие люди без восторга относятся к Иисусу, потому что не пережили его. Они называют себя христианами, потому что верят в правильную доктрину. Да, нам нужно верить в правильную доктрину. Она очень важна. Истина очень важна. Истина – это основание веры. Но для нас столь же важно переживать самого Бога. В четвертой главе Евангелия от Иоанна Иисус сказал, «Отец ищет себе поклонников, которые будут поклоняться Ему в Духе и истине». Бог желает, чтобы мы ощущали Его Дух. Он желает, чтобы мы ощущали Его самого. Поэтому Он и дал нам Духа Святого. Я не буду повторять все то, о чем говорил на прошлой неделе, повторю лишь вкратце. На прошлой неделе я сказал, что в 78-м году я был спасен через сверхъестественную встречу с Иисусом. С тех пор я искал способ сверхъестественного познания Бога. Ощущать Его так в моей жизни – это цель. Я хотел напрямую общаться с Богом, хотел знать, кто Он такой. Мы не сможем познать, кто Он такой, своим интеллектом. Библия говорит, что мы познаем Бога через Его Дух. Писание говорит, не видел того глаз, не слышало уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. А нам, пишет Павел, Бог открыл это Духом Своим. Подумайте о том, что Бог – это Дух. Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Если вы еще боретесь с сомнениями, скептицизмом, раздражением, когда речь заходит о сверхъестественном, откройте на минутку свои сердца и умы и послушайте. Те из нас, кто верят в Бога, согласятся, что Бог есть Дух. С этим никто не спорит. Услышьте меня. Эта серия называется «Сверхъестественное пребывание Бога». Кто-то из христиан сразу отступает, слыша слово «сверхъестественное». Они считают, что время чудес прошло, а те, кто о них говорит, шарлатаны и проходимцы. Послушайте, Дух по определению сверхъестественен, потому что Дух действует вне натуральных законов. Естественное относится к настоящему миру, где действуют естественные законы. Но Дух не является частью этого мира. Дух действует вне рамок законов этого мира. Поэтому Дух по своей сути сверхъестественен. Если Бог — это Дух, а Дух по определению сверхъестественен, потому что Он выше натуральных законов, значит, мы имеем отношение со сверхъестественным Богом. А значит, и наше отношение с Богом также сверхъестественны. Скажите, а рождены ли вы свыше? Рождение свыше — это не идея какого-то провинциального проповедника. Мы не говорим о каком-то типе христиан или какой-то ветви христианства. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, «Кто не родится свыше, не может увидеть царство Божье». Рожденное от плоти есть плоть, рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, «Должно вам родиться свыше». Иисус снова говорит о рождении от духа. В первый раз мы рождаемся в мир натуральным способом. Во второй раз мы рождаемся, принимая Святой Дух. Если вы принимаете Дух Божий, когда рождаетесь свыше, это значит, вы становитесь сверхъестественным духовным существом, потому что Бог сверхъестественный, а вы рождены от этого сверхъестественного существа. Бог и Сам есть сама жизнь. Он дарует ее всем на этой земле, и не только, а также и всем творениям во Вселенной, в каждой галактике. Он подарил жизнь любому живому существу. Поэтому не отворачивайтесь и не смущайтесь этого. Вы должны родиться от Духа Святого. Вспоминайте Евангелие от Иоанна и слова Иисуса, когда Он говорил об этом нам с вами, а также говорил Никодиму. Возлюбленные — это реальность. Надеюсь, вы так же воодушевлены этой серией, как и я. Я чувствую себя как псалмопевец, который сказал, «Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых». Другими словами, он говорит, «Если бы я не знал и не верил, что смогу пережить Бога на земле, у меня бы не было причины жить. Я бы погиб, не имея надежды». Я знаю, что в своей жизни чувствую то же самое, поэтому я и живу, возлюбленная, чтобы переживать эти встречи с Богом. Надеюсь, что эта серия посланий полезна для вас. Хочу, чтобы вы знали, мне нужна ваша помощь. И не только мне. Бог задумал свое царство так, что Евангелие финансируется его народом. Этот принцип начался еще со времен Скинии, когда Бог сказал Моисею «Собрать пожертвования с израилетян, чтобы построить Мешкан или Скинию». То же самое истинно и сегодня. Павел писал, «Разве не должны благовествующие получать даяние от тех, кто принимает это слово?» Хочу попросить вас, возлюбленные, если вы верите, что Бог действует через это служение, если я помогаю вам, помогите нам достигать мир для Иисуса. Хочу, чтобы вы знали, за каждую душу, которой коснется это служение, вы получите свою награду на небесах. Я люблю вас и хочу поблагодарить за вашу финансовую помощь сегодня. Возвращаемся к нашей программе. В прошлом выпуске я говорил вам, что был сверхъестественно спасен в 1978 году. Об этом я рассказываю в книге «Пробуждаясь для Мессии». Обязательно прочитайте ее. Это великая автобиография, которая рассказывает, какими путями Бог сверхъестественно открывается для еврейского народа и пробуждает его для Мессии. Евреям, как правило, нужно знамение. Я знал, что Бог реальный и живой, что Его можно пережить, потому что Он открыл себя мне в 1978 году, а в последующие годы совершил несколько потрясающих и сильных чудес. Это стало моей целью. Я хочу всегда переживать твою сверхъестественную реальность в своей жизни. Хочу знать Тебя. Не хочу просто запоминать стихи, просто знать о Тебе, Бог. Я хочу знать Тебя. Хочу переживать Тебя. Осознавать Тебя. И хочу наполняться Тобою. Вот мое желание. Я начал путешествовать по христианскому миру. Кстати, слово «христианин» означает последователь Христа, последователь помазанника. Вы можете быть иудеем или язычником, но если вы следуете за помазанником, вы христианин. Я уже рассказывал, что начал свой путь с посещения христианских церквей города, где я жил. Все проповеди говорили об одном и том же. Нужно больше читать Библию, больше молиться, больше жертвовать. Все это кажется очень важным, но и так я все это делал. Если вы стояли за мной в очереди в магазине, я поворачивался и рассказывал вам об Иисусе. Я мог делать это постоянно. Я покупал Библию, выходил из магазина и, поравнявшись на улице с каким-либо человеком, рассказывал ему. Я всегда так делал, пока учился в университете. Затем я дарил этому человеку Библию, которую только что купил. Я даже не могу сказать, сколько Библии я раскупил. Стоило мне купить новую, как я тут же отдавал ее. Я со всем усердием делал все то, что должен был делать, однако по-прежнему не переживал Бога, не ощущал Его силы, и я выгорел. Я делал все, что говорили мне делать в церкви, делал все то, что рекомендовалось делать в проповедях. И что же дальше? Я услышал историю одного человека. Думаю, нет смысла называть его имя. Этот человек познакомился с Полом Йонгичо. Пол Йонгичо был пастыром самой большой в мире церкви, насчитывающей больше миллиона человек. Этот человек спросил у Йонгичо, «Как так получилось? Как это произошло?» Он так настойчиво спрашивал, что Пол наконец ответил, «Это все Библия, молитва Господа». Этот человек подумал все дело в молитве Господа. Он разработал масштабное учение о молитве Господа, «Отче наш, сущий на небесах, досветится имя Твое». Он решил, что первый шаг для вхождения в силу Божию, в переживание самого Бога, это молитва Господней молитвой. Она начинается, как мы все знаем, со слов, «Отче наш, сущий на небесах, досветится имя Твое». Он выписал все имена Бога, Иегова Рафа, Иегова Ниси, Иегова Шамма, Кадеш, Иегова Цеткейну, и все остальные имена Бога из Иудейского завета. Он начал славить Бога со всеми Его именами. «Досветится имя Твое», «Да придет царствие Твое», «Да будет воля Твоя». И он сформировал из этого огромное учение. Когда я это увидел и услышал, я подумал, «Вот оно! Вот что я упустил! Вот почему я не пережил Бога!» Я мало молился молитвой Господа. Вот где ответ. Наконец-то я нашел чудесный ответ. Я начал молиться молитвой Господа по 15 минут в день. Это было около 30 лет назад. В то время мне казалось, что если я не говорил, я не молился. Я не считал молитву таковой, если толком не говорил. Поэтому за эти 15 минут в день я не останавливался ни на секунду. Я был уверен, что, решившись молиться молитвой Господней, я должен говорить в течение 15 минут. Я повторял эту молитву, перечислял имена Бога, Иегова Рафа, Иегова Цлицель, Иегова Циткейну, Иегова Неси, Господь, наша победа, Иегова Кадеш, Господь освящающий. Я славил Бога и все Его иудейские имена. Я поклонялся Ему как грядущему царю. Молился, чтобы Его царство пришло в мой дом и в церковь, в которую я ходил. Так я молился 15 минут в день, и ничего не менялось. Я подумал, наверное, нужно увеличить время молитвы до 30 минут. Я стал молиться молитвой Господней по полчаса. И снова хочу напомнить вам, возлюбленная, в то время я считал, что если я не говорю, это не считается молитвой. Поэтому я говорил, не умолкая в течение получаса, повторяя молитву Господню. Ничего не произошло. Тогда я решил молиться в течение часа. Каждый день я садился в своем кабинете и без перерыва говорил в течение часа. Угадайте, чем это закончилось? Ничем. Это подлинная история. Что я делал дальше? Я увеличивал время молитвы до трех часов. Я сидел в своем офисе и молился молитвой Господа, не останавливаясь ни на секунду, в течение трех часов. И ничего не происходило в моей жизни. Тогда я сказал себе, наверное, я слишком много говорю. Наверное, стоит полтора часа молиться, а затем полтора часа просто ожидать Господа. Сначала говорил бы я, а потом Бог. Так я решил полтора часа молиться молитвой Господа, а затем просто полтора часа сидеть перед Ним. Знаете, что было в итоге? Ничего. Наконец, я в отчаянии сказал, «Отец, я просто буду сидеть перед тобой в течение трех часов». Знаете, что было в итоге? Я заснул. Это подлинная история. Я так расстроился. Я был в тупике и не знал, что делать. Я перепробовал все, что знал, чтобы войти в переживание Бога. Но ничего не помогало. Ничего не работало. В конце концов, возлюбленные, однажды я сидел дома, и Дух Святой заговорил со мной. Это не было слышимо, хотя несколько раз Дух говорил ко мне слышимым голосом. В тот момент это не было слышимо, но настолько ясно, что я словно услышал Его голос. «Знаете, что сказал мне Господь? Он сказал, «Ты не можешь меня найти, потому что ищешь меня снаружи. Ты ищешь меня в своих делах, как будто твои дела помогут тебе пережить с меня». Перестань фокусироваться на внешних вещах. Это не означало, что нужно перестать молиться, читать Библию и жертвовать. Все это нужно продолжать. Господь сказал далее, «Я хочу, чтобы ты попросил у меня одного. Я хочу, чтобы ты попросил у меня откровения о том, что я уже в тебе». Библия говорит, «Если в нас нет Духа Святого, мы не принадлежим Иисусу. Я искал Бога снаружи через свои дела, но Господь сказал, «Ты не найдешь меня в своих делах и стараниях. Я уже живу в тебе». Сфокусируйся на том, чтобы попросить у меня откровения о том, что я в тебе. И теперь я хочу, чтобы вы услышали меня, друзья. С того момента, когда я получил это откровение, в мою жизнь пришли новые, свежие силы. Это было 30 лет назад, и с тех пор я никогда не был прежним. Когда я пришел к пониманию, что Иисус живет во мне, это перевернуло всю мою жизнь. Не поймите неправильно, мне еще многое предстоит. Я до сих пор постоянно молюсь об откровении тайны Христа во мне, о том, что Мессия Иешуа живет во мне, и Дух Святой живет во мне. Я по-прежнему ищу откровения об этой реальности. Но теперь я это знаю, и это знание полностью и навсегда изменило мое хождение с Богом. Проблема в том, что многие из нас так и не пережили еще силы Бога, потому что мы делаем то, о чем я только что говорил. Мы ищем Бога в материальных вещах, в мире вокруг нас. Но мы не сможем найти Бога в мире вокруг нас. Прежде всего, мы найдем Его внутри себя. Вот что Библия говорит нам в Евангелии от Луки, 17 главе, 21 стихе. Я прочитаю вам это местописание. Сказано «И не скажут, вот оно здесь». Тут речь идет о поисках Царства. Итак, «Не скажут, вот оно здесь» или «Вот оно там», ибо вот Царствие Божие. Церковь, послушай. Царствие Божие внутри вас есть. Царство Божие, прежде всего, находится глубоко внутри нас. Господь творит свои дела вне нас, дает нам сверхъестественное знамение вне нас. Вспомните, как Иисус превратил воду в вино. Нам нужно быть внимательными к тому, что происходит вокруг нас. Потому что Бог часто говорит к нам через окружающую среду. Но прежде всего, и главнее всего, искать реальность Бога внутри себя. Я не говорю о тех, кто не рожден свыше. Я говорю о тех, кто принял Иисуса. Вы приняли Иисуса, и поэтому Его Дух живет внутри вас. Свидетельство Духа Святого внутри. И нам нужно научиться быть чувствительными к сверхъестественной реальности Божьего Духа внутри нас. А знаете, зачастую многие христиане говорят, что верят, но не осознают этого. Иисус сказал, «Вот я стою у двери и стучу, если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со Мною». Итак, многие люди смотрят вокруг себя и пытаются найти в этом волю Божию на свою жизнь. Но я хочу, чтобы вы знали, вы ведомы только обстоятельствами. Если говорите, «Так произошло, потому что это была воля Божия». Вам кажется, что так Бог дает вам свой знак. Сложно сказать, для скольких людей это закончилось, например, разводом. Их привлек другой человек, затем в материальном мире что-то произошло, и они посчитали это знаком, что они вступили в союз не с тем человеком. Они решают оставить своего супруга и заключить союз с другим человеком. К примеру, они думали о человеке, который их привлекает, включили радио, а там звучала песня с именем этого человека. Нет, если вас чаще всего ведут обстоятельства, и то, что вы считаете сверхъестественными знаками в окружающем мире, вы сойдете с пути и будете обмануты, потому что враг тоже действует в окружающем мире. Помните, что волхвы фараона тоже бросили свои жезлы на землю, и те превратились в змей. Дьявол тоже может давать знамения. Нам нужно быть теми, кто ведет внутреннее свидетельство Духа Святого. Тогда мы в большей мере испытаем сверхъестественное пребывание самого Духа Божьего, возлюбленное. Нам нужно прийти к откровению, что Иисус... Внимание! Иисус уже внутри нас. Многие из вас настолько привязаны к внешнему миру, к своему смартфону, к фейсбуку, к окружающим вас материальным вещам, вы настолько сконцентрированы на внешнем, что стали совершенно отрезаны от переживания реальности того, что Иисус внутри вас. Вы слишком привязаны ко внешнему миру. Бог желает вновь привлечь вас к себе. Если вы принадлежите Ему, тогда Он живет внутри вас, друзья. Да, Он на небесах. Но Он послал Духа Святого, чтобы Тот жил в вас. Возлюбленное, это жизненно важное послание. Присоединяйтесь ко Мне через неделю, мы будем говорить о том же самом. Будем входить в глубины Божии. Запомните, Бог использует это послание. Хочу прочитать вам один из самых прекрасных стихов о Божьем обетовании, которое приходит на нас, когда мы почитаем его своим имением. Прочту из притчи 3 главы 9 и 10 стиха. «Чти Господа от имения Твоего и от начатка всех прибытков Твоих. И наполнятся житницы Твои до избытка, и точила Твои будут переливаться новым вином». Это прямое обетование. Если мы почитаем Бога своими финансами, Он ответит на это сверхъестественным благословением наших жизней. Если вы верите в это, тогда прошу вас, если вы чувствуете, что Дух Святой сейчас стучится в ваше сердце, сделайте свое лучшее приношение Господу через программу «Открывая еврейского Иисуса». Спасибо вам за помощь. Я люблю вас. Благословений вам. Шалом. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, которые вы видите на экране, или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Рави Шнайдера, а также наш информационный бюллетень, чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Рави Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Мы с нетерпением ждем ваших писем. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение «Открывая еврейского Иисуса», то поделитесь им с нами, зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельства». Дорогой Рави, я каждый день молюсь за вас, Синтий. Пусть Бог защищает вас, пока вы путешествуете и исполняете Божье призвание. Вы касаетесь жизни и сердец по всему миру, и я хочу быть частью этого. Поддержка вашего служения радует мое сердце. Я люблю и ценю вас. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и ваши сердца. Будьте обильно благословенны. Служение, узнавая еврейского Иисуса. Проповедуют Евангелие в Израиле и в мире. Но эта сложная миссия может быть выполнена только благодаря таким верным партнерам, как вы. Если Бог побуждает вас стать нашим партнером, зайдите на наш сайт, когда вы станете партнером. Рави посеет вашу жизнь очень важные дары. В поисках его. Рассказ о жизни Рави. Оно того стоило. Интересная история жизни от Синтии Шнайдер и Крусейды за кулисами. Эксклюзивный рассказ о том, как Рави путешествует по всему миру. Становитесь нашим партнером уже сегодня. Тысячи лет назад Бог сказал Моисею и Аарону, «Произносите это благословение на Мой народ, и тогда Мое имя будет на них». Бог Отец все еще жив. Если я произнесу те же слова в вашу жизнь, Он дарует вам свое имя и продолжит по-новому благословлять вас. Принимайте благословение Отца в вашу жизнь прямо сейчас. Принимайте его. Я помолюсь за вас. Я помолюсь за вас. Я помолюсь за вас. Да благословит вас Господь и да сохранит вас. Да озарит вас Господь светом лица своего и будет милостив к вам. Да обратит Бог Отец, Господь к вам лицо свое и дарует вам свой мир. Кто-то сейчас смотрит нас и чувствует сильное желание отдать свою жизнь Богу. Вы знаете, что должны прийти к Нему. Он послал Иисуса в мир, чтобы Тот умер за ваши грехи и примирил вас с Богом. Просто скажите «Иисус, прости меня». Я верю, что Ты умер на кресте за мои грехи. Войди в мою жизнь прямо сейчас. Я отдаю мою жизнь Тебе. Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, то воспользуйтесь информацией, которая сейчас на экране. У меня есть материалы, которые я хотел бы передать вам. Если вы произнесли эту молитву сегодня со мной, то приняли самое важное решение в своей жизни. Бог любит вас. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» как хотите и где хотите. Просматривайте на Фейсбуке еженедельные послания Рави «Семена Откровения». Смотрите полные выпуски на Ютюбе. Загружайте учения Рави через наше мобильное приложение. Читайте особые письма от Синтии и присылайте нам свои молитвенные просьбы. Будьте с нами на связи. На следующей неделе Рави продолжит делиться откровением о том, что Бог живет внутри вас. С нетерпением будем ждать вас. Не пропустите этот замечательный выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok